Всем привет, с вами Прия. Сегодня вновь пытаемся пролутать хорошие вещички для наших персонажей, да и может быть пролутать какие-нибудь легендарочки для твинков на ДК и на Варе. Ну что ж, поехали. Начну с Вара, а закончу ДХ. Это кольцо на Крит, которое мне уже не нужно, прекрасно знаю его по иконке. Ну что ж, плюс 41 золотая монета торговцу, почему бы и нет. Идем дальше. ДК. Что ты орешь? Иди сюда. Иди сюда. Иди, я тебя потешу. Поглажу. Вот так вот. Вот так. Все, сиди тут. Не мурчи. Поехали. А это нагрудник 960 с сокетом, который даже не теряет прочности. Вот это да, вот это вот нужное улучшение на самом деле. Ключик хороший, но модификаторы в текущий момент не самые лучшие. Это усиливающий для мобов. То есть по плюс 20% за каждого рядом стоящего убитого моба. Также взрывоопасный. Зеленая сфера, которую нужно убивать за 3 секунды. ХП их растет от номера ключа. Ну и иронически это просто-напросто усиленные боссы. Хотя бы не укрепленный. И то на самом деле хорошо. А нагрудник мне не пригодится, так что его можно сразу продать. Хоть он и пишет, что это улучшение, но это улучшение для необработанного фроста и необработанного анхолика. Окей. Идем дальше. Дальше паладин. Надеюсь, я закрывал ключи паладином и друидом. Потому что на них я захожу лишь только раз в неделю. Это будет, конечно, забавно, если на них сейчас не окажется закрытого ключа. Во любом случае, я на них зайду. Да, проверить же надо. Что по загрузке? Почему аплод паладина грузится дольше, чем аплод ДК? Добыть такого не может. О, близкотрончик. Угу. Я понял. Вскрываем. Колечко. 960-ое с сокетом. Ну, может быть, я его экипирую. Может быть, нет. Это все дело нужно смотреть, сравнивать. А на этих персонажах, на которых я захожу лишь только разок в неделю, откровенно говоря, делать это мало желания имеется. Идем дальше. Друид. Ой, друид стальгорни. Сейчас ее еще нужно будет протонуться в аплод. Кстати, да. На самом деле, вот этот совет весьма полезный. В текущий момент в гильдии берегите ноги. Это моя гильдия, в которой шаманом я являюсь главой, а дхшкой являюсь, можно сказать, в роли офицера, да. То есть, две главы в гильдии быть не может, поэтому я решил главу гильдии оставить на шамане. Так вот, инвайты как шли, так и идут. То есть, все с этим нормально. Люди приглашаются, люди исключаются. Все с этим очень хорошо идет. Было 750 людей в воскресенье. В понедельниках осталось 580. Я просто исключил тех, кто, во-первых, не заполнил заметку. То есть, те люди, которые, находясь в гильдии, не написали о себе ни единого слова. Ну и к тому же кикнул тех, кто более 14 дней находится не в сети. Ну, знаете, если человек находится более двух недель не в сети, на каком-либо персонаже, навряд ли он будет за него играть и навряд ли он за него зайдет. Да и эффективности от такого персонажа, ну, честно говоря, не очень-то и много, если речь зайдет о каком-либо движении куда-либо. Так вот, насчет движения куда-либо. Рейдики есть в календаре. И, открыв вкладку календаря, находясь в гильдии «Берегите ноги», можно увидеть различные интересные рейдики. Также анонс этих рейдов я делаю в ВК-группе, но почему-то, включая стрим, люди спрашивают о предстоящих рейдах. Внимание, вопрос. Кому я это выкладываю? Похоже, самому себе. Ну, я-то владею этой информацией и прекрасно одеваюсь, и прекрасно в рейды хожу. Вот вы — нет. А жаль. Все-таки эти рейды больше для вас делаются, а не для меня. А на друида, мне кажется, сейчас релик упадет какой-нибудь, который я дизнул. А, нет, это ожерелье 960. Окей, его я экипирую, кстати. Оно полезное. Идем дальше. А, надо сначала кдшечку сделать. И только потом я уже пойду на шамана. Ну, вот это улучшение на самом деле. Для моего друида. Потому что с 935-й шеи прыгнуть на 960-ю. Это реально классно. О, крестики. Баджики. Отлично. Отправим раз. И отправим два. Все. Надо будет ресурсы оплота формануть. Так, эти баджики я передвину вот сюда. Сумку освобожу, чтобы увидеть все обилие лута, которое у меня упадет. Поехали. А, релик. Что это за релик? В течение 10 секунд весь получаемый вами урон будет уменьшен. Ну, релик, конечно, дерьмо. Сам по себе. Стоит это признать. Но из-за эквипа он будет получше. Да. Я поработаю с ним после вскрытия сундучка на Demon Hunter. Вне записи видео. Скриншот с Тигелем обязательно приложу в комментариях. Просто если я начну портаться на Виндикар, если я начну бежать к Тигелю, это время. А это время загрузки лучше всего вырезать. А вырезать и как-то обрабатывать видос у меня немного желания в текущий день. Так, добыча для специализации месть, танковская. Поехали. Шея. А и зачем мне шея, когда у меня есть предас? Хотя, предас рано или поздно снимется. Так что нормально. 19-й престол Триму Верата. Самый добрый ключ, который только возможен. Почему бы и нет? Так. Опять же шея с хостой. Я просто эти две шеи продам, да и все. Ну и все. Вскрытие с нудочков окончено. В текущий момент буду чистить нормал Аргуса с целью дропа тринкетов. С целью дропа улучшения для тринкетов. Для ДХ конкретно нужно еще тринкет дропнуть. Ну и может быть Амантул выпадет. Все возможно на самом деле. Рейтик сегодня будет в среду. Получается. В 15 мск. То есть у кого есть желание, подписывайтесь. И может вы попадете. Надеюсь на это. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте приглашаться в гильдию, посещать стримы и в ВК-группу. Ну а также смотреть различные другие видосики на ютубе. Не болейте, берите ноги. До скорого.